Недельная глава Мишпатым. Очень интересно, это первая большая недельная глава, в которой есть много заповедей Торы после дарования Торы в главе Нитро. Интересно, чему эта наша глава посвящена? Это наша глава посвящена, эти законы, что ты положишь перед ними. Мишпатым – это законы, которые мы понимаем человеческим разумом, и это отношение между людьми, в первую очередь денежные отношения между людьми. И в нашей главе Мишпатым написаны подавляющее большинство денежных отношений между людьми, которые нам предписывает Тора. Интересно, что это первая глава после дарования Торы, как я уже упомянул. И видно отсюда, насколько Тора придает важность этим законам. Эти законы между людьми очень практичны. Как и другие законы между одним евреем и другим. Законы очень актуальны. Быть честными в денежных отношениях. Не обидеть другого словом. Не сказать про другого, не рассказать про другого нехорошее. Гошонара. И так далее, и так далее. Интересно. Сегодня днем был день кончины Рабисоуса Антара зацал. И обычно его ёрцает, выпадает в неделю, в которой читают главу Мишпатым. Интересно, то, на чем он особенно концентрировал. Не сказать про другого. На отношения между людьми и денежные отношения между людьми. Это очень важная часть заповедей Торы. В то время большинство евреев кошерные ели, субботу соблюдали. А вот в честности, в денежных отношениях в бизнесе, там было не все гладко. И он на это особенно обращал внимание. И так как всю недельную главу мы не успеем, так я опускаю в начале главы законы о рабах. И я начинаю следующий кусочек. Маке ишвомейс. Кто ударяет человека, и тот умрет. Мейс юмос. Умереть должен быть умертвлен. То есть за намеренное убийство полагается смертная казнь. По Торы. То есть не намеренно. Бог ему подвернул под руку. Я сделаю тебе место. А что он убежит туда? Если кто-то убил другого нечаянно, то он тоже должен быть наказан. Но другим, более легким наказанием его высылают в города-убежище. Это можно сказать как наказание, как ссылка. Если человек сознательно другого захочет убить хитро, от моего жертвенника возьми его на смерть. То есть есть человек Коин. И он убил кого-то друг сознательно. И он идет вести службу в храме. Его забирают оттуда. И ведут на смерть. На суд, конечно, раньше. И потом на смерть. Умаке обива ему. Кто ударяет отца или мать. Мейс юмос. Полагается смертная казнь. Тут не написано, что он умер. Кто ударяет отца или мать. И выходит кровь, то полагается смертная казнь. А если просто царапина. Не от удара. Не понял. Стригли машинкой папу. И получилась царапина. Я не знаю. Царапина, вышла кровь, не вышла. Вышла, немножко. Получается, это ненамеренно. Это называется, как шогеть. Нечаянно. Интересно. Папа тут же просил, конечно. Да. Я вам скажу. Приводится в закон. В Талмуд обсуждает. Может ли сын или дочь вынуть занозу папе или маме. Если от этого большая вероятность, что выйдет кровь. Нет, я вам скажу. Мне при стрижке такого не предполагалось. Поэтому вы не виноваты. Но получилось, получилось. Но вы не виноваты. А если кто-то должен вынуть занозу, и по всей вероятности выйдет кровь, так Талмуд это обсуждает. Талмуд. Он делает больше, чем надо. Другому еврею тоже это нельзя. Но относительно другого еврея это легче. Поэтому приводится, что папа и мама не вынимали царапину. Чтобы сын или дочка не вынимали занозу папе или маме. То же самое, не пускали ему кровь и так далее. Папа расширил вашу опьяк для вашего папы. Потому что она не могла это делать. Да. Так написано в законе. Но интересно, в законе написано так. Это если есть другой. А если другого нет, то пусть сделает медицинские процедуры то, что надо. А когда есть другой, пусть другой это сделает. Вегенев ишум хорей. Кто ворует человека и продает его. В немцовый йоды. И нашелся в его руке. До продажи. Мей с юма. Смертная казнь. Умакалы лови вы ему. Кто проклинает отца или мать. Мей с юма. Смертная казнь. Мей хьи риво наношен. А если будут спорить люди. Ви и куиш из раио. Один ударит другого. Бе-беней ве-грев. Камнем или кулаком. Веге йомус. А тот не умрет. Но вновь его мишков. Он упадет в постель. Он станет постельным больным. Таким йоком. Если он выйдет. Он встанет. И пойдет наружу. На свои силы. Тогда бы не куамаке. Кто ударил его чисто. Рак только шифтеид. Он должен заплатить. За простой. То, что он не мог работать. Это как бы место больничное. Верапа иерапа. И должен лечить. Но за простой он платит. Ту работу, которую он сможет работать после этого. И должен платить за врача. Интересно. Там вот разбирается. А если кто-то его избил. Он врач. Он говорит. Знаешь, я сам буду тебя лечить. Он говорит. Нет, нет, нет. С тобой я не хочу. Такого врача я не хочу. Заплатить за другого врача. Так закон он должен заплатить за другого врача. Выражение в Талмуде. Ты в моих глазах как лев. Он должен быть отомщен. Он должен быть казнен. Ах, только ему полагается смертная казнь. Ах, только имьё мое, моим ям мэйд. Если день или два дня он останется живым. Гаюком он не будет отомщен. Кихаспио. Потому что это же его деньги. Это его имущество. То есть так. То есть тут есть закон. Что если кто ударяет своего раба. Своего нееврейского раба. И тот умирает. Так если он умирает. Тут написано день или два. Значит день или два. Или день или два. Талмуд говорит в течение суток. Двадцать четырёх часов. Тогда. Если в течение двадцать четырёх часов. То тогда он полагается смертная казнь. Ему. А если после этого, то нет. Выходит по закону Торы. По закону Торы. Хозяин должен быть осторожен своим рабом. Он может быть сказнён. Если он его избивает. А если кто-то другой убивает. Убивает нееврейского раба. Даже он умирает через какое-то другое время. Ему полагается. Ему полагается смертная казнь. Ему полагается. Люди будут спорить. Винок ударит ещё гору. Беременная женщина. Боёт её вода. Боёт её дети. Был её осень. Не будет несчастья. То есть. Женщина не умрёт. Он ещё и он ещё. Наказан. Он должен быть наказан. Кажа Ёши с Олва Бала ещё. Как наложат в него муж той женщины. И он даст по указанию сюда. Моим осень есть. А если будет несчастье. Веноса то нефеш. Так аснофеш. Ты дашь душу. За душу. То есть. Если. Женщина умрёт. То дай душу за душу. Есть мнение. Смертная казнь. А есть мнение. Он должен платить выкуп. Айин тахас айин. То есть. Если он выбьет другому глаз. Глаз вместо глаза. Шень тахас шень. Зуб вместо зуба. Ёт тахас йод. Рука вместо руки. Регил тахас рогил. Нога вместо ноги. То есть. Если кто-то ударяет. Вместо. Теперь вопрос. А что это таки значит? Значит буквально. Или нет. Мы знаем во всей Торе. Что. Бог, который дал Тору. Дал нам. Который дал нам письменную Тору. Дал и устную Тору. Я видел красивое сравнение. Как человек приходит слушать лекцию. И потом есть записывает конспект. И ставит там точки. Запятые. То, кто слышал эту лекцию, он понимает, что имеется в виду в этой фразе. Что имеется в виду в этой. А тот, кто на лекции не был. Он не поймет до конца, что имел в виду преподаватель. Тора самый письменный Тора и устная. Тора пишет кратко. А более подробно это предание. Насчет этого закона. У нас есть. Можно видеть это из других мест Торы. Даже из нашей головы. Я только дочитаю и вернусь к этому. Квейо тахас квейо. Ожог вместо ожога. Петца тахас поца. Рана вместо раны. Хабуро. Значит, петца – это открытая рана. Хабуро – синяк. Тахас хабуро вместо синяка. Ну, во-первых, каждому понятно, что вы без глаз. Точно так, как тот делал. Это практически невозможная вещь. Или, например, ожог вместо ожога. Сделает точно такой же ожог. Ну, скажите, это возможно? Рану за рану. Синяк вместо синяка. Но есть и... Можно это видеть из начала главы. Мы же только что читали. Кто-то другого ударил. И он не умрет. То есть было опасение, что тот умрет. Но он не умер. Так его... Он должен потом платить за... Простой, что он не мог работать. Из-за лечения. Если понимать эти фразы, что надо сделать тому, то, что он тебе сделал, так надо... О, он тебя избил. Суд велись, чтобы кто-то, представитель суда, его избил. Точно так же, как тебя избили. Так, как говорится, они квиты. Почему он должен платить ему за лечение запростое? Они квиты. То есть, видно из самого текста, который, что имеется в виду, имеется в виду запростое. Вместо гроза запростое за гроза. Стоимость гроза. Зуб вместо зуба запростое за стоимость зуба. И так далее. Если врач сделал плохую работу, то есть зубную лечил зуб, а потом пытался его вырывать. И заплатили ему за работу. Как? Ваш вопрос не точно к нашему тексту, но в общем, надо понять. Вопрос намеренно, ненамеренно, и он был виноват, не был виноват. Это то, что вы спрашиваете, это действительно денежный вопрос. Денежный вопрос. Он нанес ущерб, ненамеренно. Какие правила тогда? Если это была его вина, он должен это как... Если действительно его вина, он должен это как-то восполнить. Он должен восполнить. Теперь, на то задается вопрос. Раз, как мы читаем, как мы уже говорили. И не имеется в виду рука вместо руки и отрезать ему тоже руку. И газ вместо газа выбить ему газ. И рано за рану, не имеется в виду, его избить. Но имеется в виду, чтобы он платил компенсацию, денежную компенсацию. Почему же Тора пишет в такой форме, что обычно это слышится как буквально? Рано за рану. Делай ему рану. Глаз вместо глаза. Выбей ему газ. Почему Тора пишет в такой форме? Майорал из Праги отвечает на это так. Тора в той форме, как она пишет, она не только учит нас законам, она и воспитывает нас. Тора воспитывает нас, чтобы мы знали настоящий уровень каждого нашего действия. Вот возьмем еще пример. Есть многие действия, за которые в Торе написано, что полагается смертная казнь. За нарушение за работу в субботу полагается смертная казнь. Кто ударяет отца или мать, полагается смертная казнь. Кто проклинает отца или мать мы читали полагается смертная казнь. С одной стороны, есть много случаев, за которые полагается смертная казнь. С другой, условия, чтобы выполнить это, чтобы ему присудили, чтобы человеку присудили смертная казнь, очень сложные. Во-первых, должно быть очень четкое доказательство. должны быть обязательно два свидетеля и не только это. Они должны предупредить преступника перед преступлением, что нельзя этого делать и если ты это будешь делать, то тебя приведут в суд и казнят. Как вы думаете, когда человека так заранее предупреждает, какая вероятность, что он пойдет это после этого делать? Небольшая. очень мизерная. Так Тора хочет, чтобы людям давали смертную казнь или не хочет. С одной стороны, есть достаточное количество действий, за которые полагается смертная казнь, а с другой стороны, условия приведения этого исполнения очень сложные. Почему Тора это пишет? Очень просто. То, что Тора пишет за это преступление полагается смертная казнь, это не в первую очередь для того, чтобы конкретно такого человека привести в суд и казнить. В первую очередь Тора в той форме, как она это пишет, она нас воспитывает. Тора нас учит какой уровень каждого действия, какой уровень нарушения, насколько строго это нарушение. Когда мы читаем, кто ударяет отца или мать, полагается смертная казнь, это не только для того, кого казнят. Это в первую очередь для нас самих учить и воспитывать, какое должно быть наше отношение к родителям. Когда мы читаем, что за работу в субботу полагается смертная казнь, это в первую очередь чтобы мы знали, насколько высока святость субботы и насколько страшно ее нарушение. Мы это читаем и это нас воспитывает. В первую очередь. Затем есть кто-то, кому этому и присудит. Но в первую очередь Тора, как она это пишет, она нас воспитывает. Знать верный уровень каждого нарушения. Тора намеренно пишет в такой форме, что буквально читается глаз вместо глаза. Значит, ты выбил другому глаз, тебе надо выбить глаз. Ты другому сделал ожог, тебе надо сделать ожог. Ты другого ударил, сделал рану, тебе надо это сделать. Другими словами, Тора нас воспитывает, что в действительности ударить другого и тем более сломать ему руку или выбить глаз, очень страшное действие. Это чтобы человек не думал, что это как будто была дорогая ваза, и он ее сломал. То же самое он выбил другому глаз. Допустим, что сумма такая же. Но надо знать, что совсем другое. По сути вопрос полагалось сделать то, что ты сделал другому. Мера за меру. Это то, что тебе в действительности полагалось бы. Но Тора на практике не велит это делать. Но в принципе это то, что тебе полагается. Тора нас так учит и воспитывает. Вехияке ищ эсэйн абде ээсэйна мосэ башихасо человеку дарит глаз своего раба или глаз своей рабыне испортит. То есть он ее выбьет, сделает раба слепым. Раховщи и шалхэну выбьет один глаз даже. Раховщи и шалхэну на свободу на свободу его отпустит тарашины вместо его зуба. То есть если кто выбивает рабу глаз или зуб, или то же самое любой орган, одну из фаранг-пальца, так ему он должен выпустить раба на свободу. То есть он должен быть осторожен с рабом. иначе он потеряет его. А вот тот выйдет на свободу. Верхи ига шэээс ишэээс ишобамээс Если бык свободает мужчина или женщина, тот умрет. Сокел и сокел ашэр Бык должен быть заброшен камнями. Пыле йохал эспсоры и чтобы не было съедено его мясо. Увал ашэр, а хозяин быка он чистый. Вы им шээнагоху а если бык бодающий значит надо быка надо казнить. Не только бык, любое животное. А хозяин не виноват. Он чистый. Вы им шээнагоху а если бык бодливый и митмё шуршим вчера-позавчера вы отбивали в рейшмарену вы предупредили его при хозяине и он не охранял его вы им и сиша ишу митведь мужчину или женщину а шээр и сокел быка надо забросать камнями хозяина надо тоже смертная смерть им кей па юшас олов если выкуп будет наложено на него выносом пинзе на пши он даст выкуп своей души как па юшас олов как все что будет наложено на него так смысл про текст такой хозяину полагается если это в четвертый раз он не охранял хозяин виноват ему полагается смертная смерть от кого от бога а он чтобы спастись от этого наказания от бога так он смерти от бога он должен платить выкуп на практике ему дают выкуп а вообще ему подполагается смерть от бога если он выкуп не платит выгодно ему платить выкуп если сына или дочка заблодает то есть многолетних как эти законы чтобы ему было сделано а если раба заблодает бык или рабыню он даст хозяину а бык должен быть заброшен камнями речь тут тоже идет когда он бодается в четвертый раз человек откроет яму и человек выкупает яму и не покроет его туда упадет бык или осел что он откроет кто-то другой выкупал яму покрыл крышкой пришел другой и снял крышку хозяин яму должен заплатить он должен заплатить деньги хозяину а умер живой его кого его хозяина быка то есть хозяин получает трубы и ему надо заплатить разницу между живым быком и трубом тут написано человек вырыл яму скажем на улице это не только яма человек выбросил свои железяки свое стекло на улицу и кто-то от них поранился он должен платить потому где рассказывается история один выбрасывал я знаю там стекла железяки со своего двора на улицу подошел мудрец видит это говорит что ты выбрасываешь из чужой территории свою тот посмотрел на него ой какой чудак я выбрасываю из своей на чужую на улицу прошли годы он обеднел и должен был вынужден был продать свой дом и двор продал а потом он шел по улице и наткнулся и упал как раз об эти стекла и железяки которые он сам выбросил на улицу сказал что это такое кто тут это выбросил кто это делает только он вспомнил секунду это же я сделал а тот мудрец неправильно сказал дом твой и двор сегодня он твой а завтра может быть нет а улица она всегда твоя и и и когда ударит бык человека ашера его быка товарища вы умеете он умрет у мокру продадут это ашераха и живого быка выходцу из Каспы разделят его деньги стоимость потому что мы сами съехим даже умер чтобы разделить стоимость инейда если будет известный то значит он должен платить полущерба и тоже только из тела быка а быку убежит он платить не должен а вот если инейда и станет известный известный кишенагуху бадучий бык митмилшюшим вчера позавчера и хозяин его не охранял шалэм и шалэм платить он чтобы платил шээртаха сашэр бык местный быка а умерший будет его хозяин хозяин быка то есть если это в четвертый раз он же должен платить не полущерба а все сто процентов раз и второе он платит в любом случае даже если бык убежал платит из команды не обязательно из быка ки гигнев ищ шээрэй сээу твахэй и мхарэй человек украдет быка или овцу зарежет или продаст 5 быков он заплатит вместо быка а 4 овцы вместо овцы за быка в 5 раз больше за овцу в 4 раза больше но это только если он вор как говорят рецептист он не только украил он еще зарезал или продал а если он не зарезал или продал сейчас будем читать он платит в войне то есть за то что он делает еще преступление то его штрафуют больше рамбом еще говорит почему именно штраф на быка и осланы потому что животные обычно находятся где-то на лугу и легче своровать и поэтому наложила такой штраф имбам ахтерас если в подкопе эмоций аганов найдется вор выукав мисс будет ему ударили и он умер в инглайдоме не полагается смертной казни у него нет крови не считается что он убийца хозяин дома который кто-то залез ему в подкопе то он его убил он не убийца потому что тот шел его убивать для чего человек делает подкоп вор делает подкоп чтобы своровать а если хозяин не захочет давать то он он будет убивать хозяина так хозяин имеет право опередить его и убить вор если солнце не сияло то есть если однозначно он не шел убивать в доме есть кровь он должен платить им если нету он будет продан за его воровство смотрите что значит что человек своровал насколько важно чтобы он за это заплатил быть рабом человек находится в рабстве то есть это еврейский раб но это раб настолько важно чтобы человек заплатил то что он своровал что даже его продают в рабство есть найдено будет найдено в руке ворованный предмет мишер от хамера цеха им от бекаду асхаду овцы когда они живые то есть он не залезал и не продал он должен платить в два раза больше то есть вор платит вдвойне а почему тора наложила такой штраф на вора платить вдвойне ну как вы думаете очень просто тора идет по линии мера за меру вор захотел украсть чтобы у тебя было быком меньше знаешь что мы мы попробуем тебе показать что значит быком меньше заплатил вдвойне и тогда у тебя будет на быка меньше красивое мышление посмотри как ты будешь себя чувствовать когда выйдет огонь у моца кейте нашел колючки венех съеден годы сток и аком или стоящее зерно и асады или поле я прошу прощения я пропустил предложение человек потравил поле или виноградник послал свой скот убия потравил без дьяхер в поле другого как он потравил либо он съел скажем капусту которая растет либо он съел либо растоптал мы то kardeş из лучшего поля из лучшего виноградника он должен платить если он платит землей он должен платить из лучшего поля из лучшего виноградника он должен вернуть ущерб если выйдет огонь он у по кейте найдет колючки падение будет сожжен сток или аккому, стоящее зерно и осода, или поле. Шален, не шален. Платить должен платить. Хамма вире сабейро. Кто зажег этот огонь? Что значит, кто зажег? Человек не имеет права зажигать огонь. А если он хочет варить, хочет печь картошку, имеет право. Но если он не берег свой огонь, то есть ты имеешь право зажечь огонь, чтобы варить, жарить, но береги огонь. А если ты не берег твой огонь, то ты виноват и ты должен за все платить. Между прочим, за то, что человек не берег свой огонь, иногда может быть, что он должен платить гигантские суммы. Это может сжечь полквартала или квартал. Представляете себе? Нет, надо, конечно, беречь. В нашей голове мы только что читали о разных видах ущерба, за которые хозяин должен платить. Или он выкопал яму, или он разжег огонь и не берег его. его бык забодал, его коза села. За все это он должен платить. То есть человек должен остерегаться, не наносить другому ущерб. Интересно, в конце нашей головы Тора рассказывает нам еще раз о подготовке к дарованию Торы. И там в конце нашей головы межпотым написано, что Бог дал предложение еврейскому народу, парень дал предложение девушке, и что еврейский народ сказал. Еврейский народ сказал наасе. А в нашей голове написано, что еврейский народ сказал наасе бенешма. Сделаем и послушаем. Значит, наасе бенешма. Значит, мы готовы делать и потом будем изучать, чтобы мы знали, что надо выполнять. Талмуд очень восхищается и особо хвалит еврейский народ, что они сказали наасе бенешма. Это значит, что они согласились принять, даже не зная, что от них потребуют. То есть, они полностью полагались на Бога. Талмуд говорит, что это... Во-первых, написано в Талмуде, что им за это дали две короны. Один наасе, другой за нишма. Дальше говорит Талмуд, что за это... что это уровень ангелов. Ангелы так себя ведут. И Талмуд приводит поскольку. Надо понять, почему это уровень ангелов. Потому что ангелы, они духовные. У них нет физических, у них нет страстей, нет собственных желаний полностью подчиняться приказу Бога и им очень естественно. А вот человеку, у которого есть свои желания, страсти, которые иногда очень сильны, и человек принимает на себя бороться с ними, то это очень высокий уровень. но очень интересно, что в том же трактате Шаббат, где написано, где Талмуд пишет с восхищением, что то, что евреи сказали, еврейский народ сказал на Себанишма, прямо перед этим стоит другой кусочек. Там написано они стали у подножия горы. И Талмуд говорит, что Бог перевернул над ними гору как бочку. Дети принимают святого замечательно, а дети нет. Так тут будет ваша могила. Впрочем, это очень экономно. не нужно трудиться копать для каждого. Один раз вся гора, на них всех и все. Все вопросы решены в один момент. шутки шутки шутками, давайте поймем, что это означает. Что это означает? С одной стороны, Талмуд восхищается, они сказали нас сделаем послушаем. А если они уже сказали, что они готовы принять Тору, то зачем заставлять того, который уже сказал да? Зачем? Они уже приняли. А? Вопрос или нет? Вопрос? А? А? Я видел четыре объяснения, четыре пути ответа, вопрос и ответ. Четыре. Тософот на месте, Мидраж Танхуме, Морал из Праги, и Рабмия Симха из Винска в своей книге Меша Хохма. Я начну с самого последнего из них, Меша Хохма. Меша Хохма отвечает на это так. Конечно, евреи сказали нас оба нишма. И это очень достойно. Но с другой стороны, давайте поймем, что им показали и что они знали в момент когда не сказали нас этого нишма. Талмуд мир дальше будет продолжать свое существование. А если нет, то мир прекратит свое существование. Ну, скажите, это был большой выбор или нет? А? То есть, другими словами параме параме асимхе они да, сказали нас его нишма. Но надо же понять, само то, то, что написано, Бог перевернул над ними гору как бочку, определенно, Талмуд говорит, как правило, в Агаде, аллегорически. Талмуд имеет в виду, что было не буквально, что на них перевернули гору как бочку. Талмуд говорит, что их в определенной мере заставили. Выражение это просто как аллегория. Перевернули гору как бочку. Аллегория. То есть, их в какой-то мере заставили. Как их заставили? Им показали реальную правду, реальную действительность, на чем благодаря чему мир существует. И когда они это поняли и освоили, так выбор их был уже в какой-то мере вынужденным. Можно сравнить, знаете, с каким примером. Человек идет по пустыне, приходит к развилке дорог. Одна дорога идет направо, другая налево. Он изначально знает, что направо будет вода, будет еда, будет крыша над головой. Налево глухая пустыня, где умирают от жажды, от жары, от голода. и человек должен принять решение повернуть направо или налево. Скажите, это выбор или не выбор? А? Выбор без выбора. Это выбор, но в другой стороне, какой другой выбор можно сделать, когда человек знает реальность положения. Какой другой выбор можно сделать, скажите? Так это выходит по объяснению Ромея Снимха из Джинска. По-моему, очень красивое объяснение. Выбор, но когда им показали всю реальность ситуации. Помянули с самого позднего. Перейдем к самому раннему ответу. В Медраж Танхуме на гробу Нуах приводит, воспевает величие устной Торы и величие тех, кто изучает Тору. Днем и ночью напряженно. И благодаря им стоит мир. Так пишет там Медраж. Именно благодаря им стоит этот мир, который напряженно изучает Тору днем и ночью. И тот, кто хочет деньги или почета, он не может отдать себя полностью изучению Торы. И это может сделать только человек, который любит Бога всем сердцем, и всем душой, и всем имуществом, и всем. Его интересует именно Тора. тот, кто ищет деньги или почет, не сможет это сделать должным образом. И те, кто это делают, Бог раскрывает им, они узнают и знают Тора. Приводится, Медраж, Танхума говорит, что это как когда изучают углубленную устную Тору, то вначале это выглядит как тьма, а потом наступает свет и раскрывается смысл того, что учат. Раньше тьма, а потом свет. То есть раньше поднимается вопрос, в этом месте написано так, в другом иначе. Так что же это значит? Пока находится ответ. И Медраж, Танхума продолжает так. Когда еврейский народ сказал нас и винишма, мы сделаем и послушаем, так почему же Бог перевернул над ними гору, как бочку? Ведь они уже сказали нас и винишма, мы сделаем и послушаем. Отвечает Медраж, Танхума так. Да, Бог это сказал. Прошу прощения, еврейский народ сказал, мы сделаем и послушаем. Но это не сказали на письменную тору, потому что она относительно легче. А на устную тору была просто она не тяжела и требует полной самоотдачи. На это было определенное принуждение. и это то, что там муд говорит, что Бог перевернул над ними гору, как бочку. И надо понять, что значит выполнение письменной тору. Мы же только что говорили, что выполнять письменную тору безустную, а мы же не знаем и не понимаем до конца, что там написано. Я понимаю Медраш Танхум это так. Вы знаете, есть очень важная книга, в которой написаны вкратце все законы на практике. Книга Кицуршуха Наруха. Предположим, человек учит эту книгу и выполняет что там написано. Это то, что имеется в виду письменную тору. Трудиться, углубляться в законы торы, напрягаться, спрашивать, отвечать, анализировать и трудиться над этим это более высокий уровень и на это было принуждение. Так отвечает Медраш Танхум интересно, что Медраш Танхум потом воспевает, чтобы Бог оставил всегда Яшивы, в которой изучают тору днем и ночью и никто и другие народы им тоже в этом не помешают. Это удивительное явление, что всегда у еврейского народа были большие центры торы, которые изучали тору днем и ночью и из них выходили большие люди торы. Это было в каждом поколении и духовная силы еврейского народа. И это есть слава Богу и в нашем поколении тоже. Дай Бог, чтобы это дальше укреплялось, и чтобы так и вышли большие знатоки торы. на письменную тору они сказали мы сделаем и послушаем. А то, что было принуждение, это было на устную тору. Я продолжаю законы нашей главы. Когда человек даст товарищу деньги или предметы лишмя, чтобы охранять, будет украдено из дома человека. Им эмоции аганов. Если будет найден вор, мы платим двойной, вор платит двойной. Им эмоции аганов. Если вор не будет найден, хозяин должен прийти к суде если он не протянул свою руку к предмету другого. Интересно, если человек ему дали предмет на хранение, а он им пользовался без разрешения, то даже если потом предмет пропал без его вины, он несет ответственность, потому что он является грабителем, то, что он пользовался без разрешения. должен платить дважды товарищем. не написано так ясно, Талмуд это разбирает, и Талмуд говорит, что это первая глава говорит, что человек передал другому на хранение бесплатно, и это как раз очень подходит, он передал деньги или предметы, они как говорят, есть не просят, и поэтому часто люди соглашаются хранить его бесплатно. Так он должен платить только, знаете, за что? За вину, за пошлость. Оставил дверь открытую, вошли воры. Неосторожно хранил, не хранил как надо. Но, между прочим, опошлость бывает разная. Представим себе, тот человек очень гостеприимный, принял незнакомых людей, на утро они ушли, но и предмета того тоже нет. Это опошлость. Почему? Ты гостеприимный, очень похвально, но я за это, из-за этого страдать не должен. Относительно предмета другого, это опошлость. Человек доставали чухамору, шеросе, бык, асхайли, или быка, или овцу, любое животное лишь можно охранять. Уметь, оно умрет, и нижба сломается, и нижба будет взята в плен, и никто не видит. Клятва Бога, что была между обоими, если он не протянул руку предмет товарища. То есть, если он не забрал себе, былок албогов, хозяин возьмет клятву, вырешал ему, тогда он не должен платить. всякий, кто хранит, по закону Тор, вот он сказал, предмет пропал, кто, охранник, который взял на хранение, он взял на хранение предмет, и он говорит, предмет пропал, он обязан клятся, он глянется, он глянется, во-первых, что это не у него, во-вторых, что с ним произошло, предметом, и в-третьих, что он хранил, как надо. На эти три вопроса он обязан клятся. Вы не гонете, вы не гонете, мы, а эти украдены, будет украдены от него, и шагам ли бога, он должен платить хозяину. Талмуд говорит, что эта глава уже говорит о том, кто хранит за деньги. А если он хранит за деньги, он несет ответственность за воровство тоже. Им торев и торев. Если разорвано, было разорвано, и в ею надо привести свидетелей, что так было. А трефы разорванные, гаишал, он не должен платить. То разорванное зверем, он не должен платить. Талмуд говорит, знаете, какой зверь? Зверь, что он не мог от него охранять. Талмуд разбирает, лев, конечно, он не виноват. и так далее. То есть, есть ли такое животное, кого он не мог охранять. Еще раз, если кто хранит бесплатно, он несет ответственность только за вину свою. А если кто хранит за плату, он несет ответственность, даже если это было своровано, или предмет пропал. Пропал. Я, значит, пропал, я положил его в такой-то шкаф, на такую-то полочку, а сейчас его там нет. Вихий шалич человек одолжит меморайла товарища, выниж бараймейс, будет сломано, или если произошел несчастный случай, он не должен платить. Даже он хранит заплату, он же не виноват, что так произошло. А вот вихий шалич одолжит меморайла товарища, выниж бараймейс, сломается или умрет, было в иной, хозяина нету, с ним шалим, не шалим, не шалим, он должен платить, если хозяин не обязался ему делать в то время какую-то работу. смотрите, животное умерло, то он мог что-то предпринять, нет, он не виноват. То есть, но все-таки он должен платить. в прошлом случае, кто хранит за плату, не платит за несчастный случай, а если кто одолжит, должен платить за несчастный случай тоже. одолжит животное, одолжит животное, одолжит быка, чтобы пахать им поле, одолжит какой-то инструмент, чтобы работать им. Любой предмет, что он одолжит для работы, и произошел несчастный случай, он должен за это платить. То задается вопрос, скажите, кто одолживает корову, чтобы пахать? Он мог сказать, ангелу смерти, не подходи, тут одолженная корова, как вы думаете? Конечно, нет, он ничего не мог сделать, а в чужом платит, он же не виноват. Очень просто. Правильно ты не виноват, но раз ты одолжил у меня предмет, и ты пользуешься моим предметом бесплатно, то если что-то произошло с рубильником или с коровой, корова умерла, твоя корова умерла. Рубильник сломался, а твой рубильник сломался. Перимбол обимый хозяин с ним выезжал, он не должен платить, а вот им сухеру, если он снял этот предмет, он платит за корову. Боби схори, он же приходит за плату. Значит, если он взял корову на съем, чтобы она у него пахала, он не платит за несчастный случай. А за что он доплатит? Он платит, как тот, кто хранит предмет другого за заплату. Он платит за оплошность, он платит, если ее украли, он платит, если корова пропала. Он платит, как будто кто-то хранит заплату. Значит, еще раз, есть три уровня охраны, есть, кто хранит бесплатно, кто хранит заплату, и тот, кто одолжен. Кто хранит бесплатно, несет ответственность только за оплошность, вину. Кто хранит заплату, несет также ответственность за кражу или предмет был украден или пропал, а кто одолживает предмет и пользуется им бесплатно, платит даже за несчастные случаи. Тут мы останавливаемся.